SCP-1958. Волшебный автобус. Объект номер SCP-1958. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. В связи с малым размером объекта и огромным расстоянием от него до Земли, он считается де-факто не требующим дополнительных мер содержания со стороны Фонда. Организация отслеживает научные и любительские публикации по астрономии с целью подавления возможных сообщений об обнаружении SCP-1958, о его структуре и траектории. 2000. Экипаж из трех специалистов Фонда, вылетевший с лунной базы 2А, выполнил задачу по достижению объекта, проникновению внутрь, составлению описи находящихся внутри предметов, установке оборудования для дальнейшего наблюдения и изъятию всех компонентов и артистов. артефактов, которые представляли интерес. Все найденные на борту SCP-1958 артефакты хранятся в спецхранзоне 22, до дальнейшего исследования. Доставка самого SCP-1958 на территорию Фонда будет осуществлена после разработки подходящего транспортного средства. Описание. SCP-1958 представляет собой микроавтобус Volkswagen Type 2 Sambo 1950 года выпуска, жаргонное название микробус. На данный момент находящийся на расстоянии примерно 1.4 астрономических единиц, 208 миллионов километров от Солнца, на участке межпланетного пространства недалеко от орбиты Марса. Объект удаляется от Солнца с неизменной скоростью примерно 130 км в час и за все время наблюдений ни разу не отклонился от маршрута. SCP-1958 сохранился практически полностью, если не считать оборванного патрубка для хладагента, проходящего вдоль днища и небольшой вмятины на заднем бампере. На бортах SCP-1958 краской из баллончика написаны слова «Звездомобиль» и «Даешь Альфа Центавра». Расчетное время прибытия SCP-1958 в окрестности Альфа Центавра составляет примерно 37.2 миллиона лет. После схода с конвейера SCP-1958 был подвергнут значительной доработке. Салон, автомобили и двигательный отсек были загерметизированы. Небольшой участок салона возле задних дверей был отделен и переработан в герметичный шлюз. Стеклянные окна были заменены на небьющийся акрил. Внешние поверхности объекта были обработаны неизвестным составом, который сделал их практически неуязвимыми к ударам космического мусора. Бензобак демонтирован. Вместо него установлен элемент питания, принцип работы которого, похоже, основывается на дополненной теории «Удалено», которая была разработана примерно через несколько десятилетий после того, как SCP-1958 вышел в космос. Приборная панель и средства управления автомобилем доработки не подвергались. При осмотре объекта экипаж заметил, что рулевое колесо, рукоять коробки передач и педали газа и тормоза функционируют так, чтобы имитировать вождение автомобиля по поверхности земли. В салоне SCP-1958 были найдены следующие объекты. Скелетизированный труп взрослого мужчины примерно 21 года от роду. Установлено, что тело принадлежит Уильяму, пропавшего без вести летом 1950. В ходе обучения в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Скелетизированный труп половозрелой самки домашней кошки Фелис Сильвестри Скатус. При обследовании останков установлено, что на момент смерти кошка была беременна. Четыре спальных скатки с подушками. Запас одежды на взрослых мужчин и женщин по стилю соответствует американской молодежной моде конца 1950-х годов. Частично подъеденный запас сублимированной пищи. Оставшихся запасов должно было хватить на четверых взрослых человек примерно на три месяца. Химический туалет и система фильтрации воды для извлечения питьевой воды из мочи, фекалий и пота. Система газоочистки для извлечения из воздуха в салоне двуокиси углерода и добавления в воздух кислорода, который является выхлопным газом двигателя SCP-1958. Семенной банк с семенами нескольких тысяч культурных растений и сублимированными оплодотворенными яйцеклетками нескольких десятков видов скота и прирученных животных. Кальян со следами курения конопли. Один шприц и пустая ампула. Химический анализ показал, что шприц был использован для употребления героина из ампулы. Чертежи и схемы, относящиеся к доработанному двигателю объекта. Акустическая гитара. Два барабана Бонго. Астрономический атлас, отчасти выполненный типографическим способом, отчасти от руки. Следующие книги. Вой и другие стихотворения Алины Гинсбурга. На дороге. Джек и Руак. Джек Протон-космический коп. М.К. Снайдер. Путешествие с Чарли в поисках Америки. Джон Эрнст Стейнбейк. Собрание сочинений Дилана Томаса 1934-1959 года. Неподписанные песенники с текстами и гитарными табулатурами к песням Вуди Гарри, Пита Сигера, Хэнка Уильямса, а также к некоторым народным песням. Путешествие космической гончей. Альфред Ван Вогт. Столкновение миров. Эммануил Вилковский. Дианетика. Рон Хаббард. Космические братья. Путеводитель по нашим соседям по галактике. Преподобный Абраксос. Медовый перчик Джексон. Написанный от руки дневник, принадлежавший Уильяму. Неизвестно, каким образом SCP-1958 преодолел притяжение Земли. Согласно полицейским рапортам и архиву газет за то время, вечером 4 июля 1950. Жители города Сан-Франциско видели в небе яркие огни и слышали выход на сверхзвук, что было невозможно объяснить салютами на День Независимости. Жилище. Было скоро пущено под снос в 1975 году во время застройки. Родственники и знакомые с ним лично люди отзывались о нем как обитники и упоминали, что он вращался в контркультурных кругах, увлекался политикой левого направления и некоторое время связывался с различными религиозными движениями, в том числе с обществом трансцендентальной медитации, учением Мехер Бабы и 1-й 5-й церкви Сан-Франциско. Выдержки из дневника Уильяма. 3 февраля 1950. Сегодня купил автобус. На первый взнос пришлось нам всем четверым скидываться и выгребать заначки. Джерри говорит автобус просто улет, места внутри полно, всем хватит и под капотом есть куда поставить его примочки. Говорит через пару месяцев уже будет готово. Но Сьюзен хочет сначала получить диплом, а потом уже лететь. Так что будем, похоже, ждать лета. Как раз времени как следует собраться. А вроде только вчера эти твердолобые пятеристы вышвырнули нас за ересь. Я говорил им, что Дженсен не прав, и Эггерс не прав, и Рент тоже не прав. А они смеялись. Есть там наверху волшебство, но черта с два я буду на работе вкалывать и ждать, пока оно к нам снизойдет. Мы полетим ему навстречу. Рай наверху чувак, и он ждет своих ангелов. 4 июля 1950 в отрыв. Мы первые в космосе. Получай, Хрущев. Вот оно, день независимости. Первый раз с тех пор, как человек стал насаждать свои правила, законы и банки. Есть на свете четыре по-настоящему свободных человека. Тут так красиво. В зеркале заднего вида Земля уменьшается и уменьшается. Честное слово, мы вроде как черепахи, ползем на Джерри, говорит, мы идем под 130. И хрена лысого нас легавые остановят. Вроде он говорит, недели еще три. Ну, четыре, потом здравствуй, Альфа Центавра. Мы забили по косячку и навсегда попрощались с матушкой с землей. 7 июля 1950. Ушам не верю. Моторола до сих пор радиопоэм ловит. Глубокий космос, это круто, чувак. 9 июля 1950. Пиво кончилось. Сэм за завтраком распотронил одно. А осталось всего еще семь. Четыре Олимпии, два Ренье и одно Курс. За обедом мы их оприходовали. Даже Сьюзен дала попробовать своей кошке Милли. Она вроде как весе прибавила, пока мы летели. Ситуация с пивом всех напрягает, но все нормально. Как сядем на следующий год, посадим хмель и будем варить пивко сами. 6 июля 1950. Джерри погиб. Мы хором пели и тут в машину что-то стукнулось. Джерри сказал, наверное, просто космическая пыль, но захотел выйти сам и проверить. Нашел тот скафандр, который ему Сьюзен шило и вышел наружу. Он уже обратно лез, как в нас еще что-то ударило. И он сорвался. Его уносило от нас. Сьюзен и Сэм бежали. Я кинулся развернуть машину, но чувак, я же водить не умею. А эти повозки и на дороге ведут себя, как лодки. Пока добрались, он помер уже. Сьюзен до сих пор слезами заливается. Они же пожениться собрались. Как только сядем. Сам бы венчал. Сам есть как-никак. Вывел тачку обратно на курс. И пришлось ей таблеток дать, чтобы она заснула. Хорошо, хоть мы уже на полпути. Поскорей бы слезть с этого автобуса. Тесно тут. 19 июля 1950. Проснулись, а Сьюзен уже мертва. И игла в вене торчит. Хрен знает, откуда у неё столько эта дряни. Она в жизни этим говном не баловалась. Я сыграл на гитаре Amazing Grace. Сказал пару прощальных слов. Потом Сэм вытолкнул тело через шлюз. Надеюсь, она найдёт там Джерри. 23 августа 1950. Чувак, что-то не ладно. Должны бы уже долететь. Но в окно даже Альфа Центавра не видно. Мы что, не туда летим? Слишком далеко забрались? В атласах не бельмеса, не понимаю. Джерри этой хренью занимался. У меня это диплом по философии только. А ещё нам с Сэмом не здоровиться. Слабее с каждым днём. И по телу такие пятна пошли. Сэм еле-еле ест. Вчера у него зуб выпал. Характерные симптомы цинги. Эта болезнь возникает при недостатке витамина С. В найденных в салоне SCP 1958 запасах еды содержания витамина С недопустимо мало. Кошку несколько дней не видел. Но воняет хоть топор вешай. Не иначе забралась куда и сдохла. Надеюсь, скоро прилетим. 18 сентября 1950. В боковом окне видно луну. Что-то не так. Столько времени тут торчали. И даже за луну не улетели. Что-то Джерри налажал в выкладках. Так мы никогда не долетим. И обратно домой, наверное, тоже не добраться. Задёрнул все занавески, как только увидел. Сэму лучше не знать. Его и так тошнит всякий раз, как поезд. Да и мне не лучше. 23 сентября 1950. Остался один. Сэм этим утром скончался. Перед смертью он ни есть не мог, ни даже видеть. Спросил, когда прилетим. Я сказал, чувак, завтра прилетим уже. Ты поспи пока. Духу не хватило сказать всё как есть. Он просил, чтобы я ему почитал Томаса. И смерть уже не имеет власти напоследок. Когда я дочитал, он уже лежал с закрытыми глазами. И так и не открыл. Тело я вытолкнул через шлюз. Меня выталкивать будет уже некому. 3 ноября 1950. Здесь звёзды так охуительно красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова